Марина Липаева, учитель 2-го класса 64-й школы, обсуждает со своими воспитанниками, какой рисунок может вдохновить и порадовать солдата российской армии. Они стали участниками акции «Письмо солдату», которое проходит во время урока патриотического воспитания. После обсуждения дети увлеченно рисуют свои открытки для военнослужащих. И сегодня ребята в своих рисунках, им это очень нравится, потому что они чувствуют уже свою силу, что они тоже что-то могут. И сегодня свои слова признательности и благодарности они могут выразить через рисунок. Но на рисунке, конечно, то, ради чего русские солдаты служат своей отчизне. Он почувствует, что все в городе хорошо, ему это будет очень приятно. Я сегодня написал такое солнышко, радугу, такое озеро, город, что он строится. Рисунки – творение рук учеников 1-го и 2-го класса, а третиклассники и те, кто постарше, пишут письма. В них они выражают поддержку тем, кто сейчас проходит службу в рядах российской армии и защищает свою страну. В своем письме я написала о том, что по-настоящему ценю их труд, то, что они делают для нас. После того, как все письма написаны, их собирают и отправляют в Министерство обороны, откуда распределяют по воинским частям. Но некоторые ребята забирают письма с собой, чтобы отправить их своим родственникам или знакомым. Каждому человеку важно знать, что его ждут, в него верят, его поддерживают. И мы очень надеемся, что все детские письма, детские рисунки обязательно найдут своего адресата. Во Всероссийской акции «Письмо солдату» принимают участие ученики всех самарских школ. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.